Документальный фильм о людях, традициях истории снимают на Алтае. Старинные эпосы, заповедная природа, староверы, культура кочевников. Хранитель Алтая это было первое кино, которое сохраняет наследие и священные места. Так оценили критики первую часть. Чем удивят создатели проекта? Во второй, если ее можно так назвать, говорим сегодня с создателями Данилом Безденежных, автором проекта. А еще у нас в гостях Марк Подробинник, режиссер, сценарист, телеведущий канала «Моя планета» и Максим Наземцев, фотограф этого проекта. Здравствуйте, всех очень рады приветствовать, безумно приятно вас видеть в нашей студии. Здравствуйте. Данил, почему Алтай, почему вы настолько углубились, что даже вот если можно назвать вторая часть, хотя нет, просто продолжение истории хранителя Алтая. Слушайте, то есть я с детства на Алтае и много лет путешествую, исследую разные его уголки. И когда вдруг, совсем недавно, года четыре назад, мне попались в архивах Русского географического общества дневники Сапожникова, алтайских его экспедиций 1895 года и дальнейших, я их читаю. И кроме того, что это просто роман, который интересно каждую страницу читать, ты понимаешь, что Василий Сапожников исследовал Алтай и так в него погрузился, как за сто лет после, не сделал никто, кроме него. Но при этом имя его забыто сейчас совершенно, то есть мало кто, кроме ученых, ботаников, глициологов, про Сапожникова знает. И поэтому захотелось рассказать о нем и через него рассказать об Алтае, потому что так, как рассказывал он, наверное, не рассказывал больше никто. Вот рассказывал, ведь не было тогда этих технических средств, коими вы сейчас владеете. Как это все изучалось? Вот вы сейчас, Марк, как фотограф, как автор этого всего глазами, то, что вы видите. Техника способна передавать, даже наше современное, то, что вы видите глазами, или все-таки это все равно не то? Но дело не в технике. Правда, техника может быть какой угодно. Я думаю, что и на камеру обскура можно снять что-то такое, что поразит потом, поразит людей. Дело видения. И тут как раз в этом и смысл, наверное, в том, что у Василия Васильевича Сапожникова он, все, что он делал, он делал с такой большой любовью и интересом, именно это заставляет работать и фотографии, и пьесы, и картины, и так далее, любое искусство. Вот. Что нам, в свою очередь, безумно интересно попробовать это повторить и хоть как-то приблизиться к тому уровню. Вот один из героев в вашем первом фильме «Хоронитель Алтая» говорит о том, что фотографии – это своего рода трофеи. То есть мужчины-охотники, фотографии. Вот он воспринимает это определенным образом. Вы, увидев своими глазами, Максим, вы можете какие-то снимки назвать? Да, это трофеи, это то, что я добыл, это для меня гордость. Есть ли такие работы? Ну, конечно. Если говорить про мои фотографии, которые я делаю, то есть такие снимки, которые у меня даже, допустим, дома на стене висит. Огромные фотографии, это какая-то целая история. Я там поднимался полтора часа на гору, чтобы успеть поймать закат, и там все сошлось. И свет, и настроение, и все это я снимал на пленку. То есть я это увидел потом, только когда я цифровал, проявил эту пленку. А почему на пленку, кстати? Ну, пленка помогает замедлиться, помогает уйти немножко от постоянного процесса фотографирования. У тебя есть, допустим, 12 или 16 фотографий, у тебя есть достаточно тяжелая камера. Это некие такие вириги творческие, которые помогают тебе концентрироваться на этом. Можно, конечно, и другим любым способом это делать, но мне просто нравится такой подход. Некий вот, какая-то такая фотомедитация. Вдумчивый. Да, вдумчивый, замедленный подход. Вы путешествуете, и вы видели не одну страну, особенно вашими глазами, Марк, канал «Моя планета», он так и называется. Вот Алтайский край для вас – это точка притяжения чего? Туристов, которые ищут что? И туристов ли вообще? Я бы не вешал ярлыков для каждого по-своему. Про меня я могу сказать, что я несколько лет назад возвращался из путешествия по Монголии. До этого ни разу не был на Алтае. А возвращался, естественно, по Чуйскому тракту из Ташанты в Барнаул. Как раз в Барнауле мы познакомились с Даниилом. И, собственно, наверное, тогда и зародилась вот эта вот… Первая мысль. Первая мысль, да. Вот. И пока я ехал по Чуйскому тракту, смотрел по сторонам, я понял, что сюда надо, конечно, приезжать отдельно, специально, надолго. И вот с тех пор я сюда езжу. Сейчас уже пятый раз. И для меня это, конечно, одно из самых красивых мест в России. Вы рассказываете, приедут сюда к нам люди из Европы, из Москвы, из центральной части России? Я думаю, да, конечно, да. Конечно, конечно. Это уже история не связана с моей планетой. Это наша какая-то персональная личная. Но вот сейчас, буквально неделю назад, мы тут ездили по всему Алтаю с людьми, скажем, из Израиля. Да. Мы уже подтягиваем сюда туристов международных. Данилович, что касается, возвращаясь к нашему фильму, к работе, какая история положена в основу? Вы уже сказали, что это понятная история Сапожникова. Но сценарий с сценарием, все-таки это документалистика. Когда вы идете по этим тропам, выносится ли какие-то коррективы? Слушайте, у нас Сапожников сделал так, что нам сейчас очень просто работать. Потому что первые фотографии по Алтаю – это он. Первый путеводитель по Алтаю – это он. И, соответственно, сейчас, пользуясь теми материалами и экспедиционными дневниками в том числе, мы пройдем по следам его экспедиции и покажем, как Алтай изменился за сто лет. Расставили его ледники, потому что можем сравнить по фотографиям. Как изменился местный народ, насколько он помнит свои традиции. И с людьми, которые мы будем встречать по маршруту, они нам дадут вот такое разное видение Алтая. То есть со стороны директора заповедника, со стороны человека, который работал там на рудниках, который Сапожников только видел, думал, что вот здесь вот что-то может быть, да, там, например, дуть и так далее. И так далее. То есть мы покажем, как Алтай изменился за сто лет, что в нем сохранилось, а что утеряно. Где вы берете эти работы? Где берете снимки и в каком они качестве? Возможно ли их восстановить настолько, чтобы они были современным взглядом? Это максимальный вопрос. Получается, сейчас у нас есть доступ к архиву, который у нас есть в Гмилике. И мы его сегодня оцифровываем, переснимаем. И снимки обалденного качества, потому что они снимались на большие стеклянные негативы. То есть чем больше у нас исходник, тем больше. Еще раз, сколько лет назад они снимались? Больше ста лет они получаются. 1895 год, да. И до сих пор. 115 лет. Да, да, да. И мы еще шутили, что вот наши фотографии, там, поменяются форматы, цифровая, там, эпоха сменится, там, еще какой-то, и сто лет, неизвестно, они проживут или нет. А эти негативы стеклянные, они так и останутся. Их можно будет точно так же переснять, оцифровать, там, сделать все, что угодно с ними. И сейчас вот на стыке, получается, старых технологий, и вот современных мы попробовали оцифровать эти снимки и получили невероятное качество. То есть можно увидеть детализацию, можно увидеть лица людей, которые были тогда, их одежду. Мы даже увидели, что шапка у шамана украшена ракушками каори, которые использовались когда-то там давным-давно в качестве монет, в качестве валюты. Они обменивали их у китайцев, то есть такой китайский был рынок. Откуда берете информацию? Вы читаете много, безусловно, вы общаетесь с людьми, с кем? Вы имеете какое-то специальное образование историческое? Слушайте, ну, когда мы впервые встретили дневники Сапожникова, то есть Максим по фотографиям, мы с Марком там, когда думали над сценарием, пытались перелопатить все, что есть. То есть про ракушки каори, это, условно, переводишь китайскую Википедию, потому что только они записывали про Алтай что-то, да? Вот, про фотографии Марк и Максим там знают гораздо больше, чем я, и они, соответственно, сами погружались вот в эту историю совершенно. Дневники, архивы, русское географическое общество и так далее, и так далее, и так далее. Что для вас первично, кино или все-таки экспедиция? Или так нельзя сказать? Это все смешано. Что вперед? Вы путешествуете. Ну, все, все, прошу прощения за слово, заточено под кино, конечно. Вся экспедиция, вся логистика, все, что у нас сейчас есть, это, конечно, под кино. Мы собрали огромную съемочную группу, сколько нас, 12 человек? 12 человек. Я уж не помню, когда я с таким количеством снимал, выпоминает документальное кино, но это прям здорово. Много людей, каждый отвечает за свое дело, даже повар есть. Облизнувший с котом, а? Да, 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 да. И я чувствую, что сейчас нам предстоит, собственно, несколько недель прям такой безудержно, очень интересной. То есть у вас все только начинается? Работа и путешествия. У нас несколько съемочных дней прошло, вот, собственно говоря, мы к вам в студию пришли со съемок, вот как раз процесса оцифровки, и сейчас закончим с вами, пойдем обратно, потому что у нас еще там есть чем заняться. Да, и особая история то, что мы в процессе съемок окажемся на нескольких местах, например, гора Алтынту на Тирецком озере, да, на юге, где никто не снимал, то есть видео точно, может быть, какие-то любительские фотографии, то есть многие места, которые не засняты ни на фотографии, ни на видео со времен Сапожников, да, там на фотографии, мы их покажем зрителям, вот, то есть мы их оживим в воображении, покажем тот Алтай, может быть, даже наоборот, не самые популярные места, а те уголки, которые совсем не тронуты. А как вы добираетесь до этих мест? Я понимаю, что девочкам вопрос, но не страшно, ведь все-таки места труднодоступные, места опасные даже бывают, как? Там несколько опасно будет. Абсолютно, то есть даже мы обсуждали, что вот, например, на ту же, на гору Алтынту, да, то есть нужно идти на лошадях по тем тропам, по которым не шел, и там, в основном, по дневникам Сапожникова, и ты думаешь, это же первые дни экспедиции, а вдруг что-то разобьется, а вдруг кто-то... А вдруг я разобьюсь, да, как подходит. И все, да, то есть дублеров, вот, 12 человек, а дублеров, не знаю, представляешь. Ну, с этим Макс может полный. Обращайтесь. Вот, поэтому мы придумаем это все как оптимизировать, где-то нам помогают, там, вертолеты, где-то еще что-то, вот, где-то нам придется добираться совершенно своими силами и посмотрим, как у нас получится. Ну, местные жители, я думаю, вам все равно помогают, там есть экскурсоводы, вероятно, и те, кто вас должны проводить, нет? Я скажу, что, наверное, кроме нас никто не знает, даже троп туда, что туда можно дойти. Ну, естественно, есть какие-то охотники, но они совершенно не водят туристов, и вряд ли там бывают, им незачем там зверя-то нет. А главное, что они не будут светиться в крови, кто захочет. Скажите, пожалуйста, фильм, который, предполагается, выйдет скоро, когда? 9 декабря, 20-го года, на день рождения, через «Сапожный жанр». Где его покажут, кто его сможет увидеть? Как вы рассчитываете, и ваши планы? Это, видимо, пять ко мне, ну, то есть, пять телеканалов, как минимум, да, нам уже рассказали о том, что они хотят показывать этот фильм. В 75 городах страны есть кинотеатры, которые хотят показывать этот фильм. Это вот какое-то послесловие, да, после «Хранителя Алтая», это вот наследие, которое мы смогли собрать. Это такой кредит доверия. Кредит доверия, да, после первого фильма, естественно, и Марка, и Максима, вот то, что они делали, да, людям интересно. Поэтому перед тем, как появится это все в интернате, это будут фестивары, кинотеатры и телевидение. Будет ли это кино, как и первое, переведено на иностранные языки для того, чтобы смогли познакомиться с нашей уникальной природой, не только русскоговорящие, русскоговорящие жители на иностранстве? Надеюсь, к ним субтитры будут. Конечно, на итальянский точно, то есть фестиваль в Риме у нас уже согласован, главное снять еще. Спасибо вам огромное за работу, за дело, за время, которое вы сегодня нашли, для того, чтобы поговорить с нами в студии. Спасибо, что позвали. Спасибо вам. Мы сегодня общались с Данилом Безденежных, автором проекта. Еще у нас в гостях были Марк Подробинник, режиссер, сценарист, телеведущий канала «Моя планета» и Максим Наземцев, фотограф великолепного проекта об истории Алтая.